Всем привет, с вами Дмитрий Ячков, и сегодня я хочу вам рассказать, как покупать на площадке Айл Экспресс. Я уже делал ролик, как покупать на ebay, там всё очень просто, но Айл Экспресс тоже, в принципе, простой. И вот сейчас я хочу вам показать, как купить одну вещь. Меня попросили её купить, это вот такой вот кинжал, меч, не знаю, как хотите его называть, искать эту меч. Мозаика именно из Майнкрафта, но те, кто играет в курсе, меня попросили заказать именно себе истинький вот такой вот цвет. Я его уже выбрал, он готов к покупке, деньги на карточке есть, поэтому я сейчас хочу его купить, ну или добавить в корзину, какая разница, всё равно перед этим нужно войти. Но мы сейчас нажмём «Купить сейчас», мы уже зарегистрированы, но не получается, значит придётся добавляем в корзину, перейти в нашу корзину. После этого нам нужно зайти в нашу систему, то есть мы оформляем заказ, и мы пишем, что нам надо войти. Значит мы нажимаем кнопочку «Войти», входим в наш кабинет по-другому, как хотите это называйте, зарегистрированным вы должны быть. Я уже зарегистрировал, нажимаю «Вход», все данные в самой аккаунте. Так, после этого вот что получается, стоим из доставки на угли и нажимаем «Оформить заказ», все. Теперь, что это касается здесь, вам придётся написать свои данные. Лично здесь я их не буду редактировать, но вам покажу. Всё пишется на английскими буквами, вот только я вот перепишу свою фамилию, потому что Дичков я написал не очень верно. Я нашёл свою карточку, и на ней у меня написано «Более правильный». Так что заполняем форму, и хотелось бы вам сказать, что всё должно быть заполнено на английском языке. Вот, к сожалению, всё так, на русском он не принимает. Подтверждаем все данные, сохранять, и, пожалуйста, ведите город. Ну вот, город мы сейчас ведём, всё. Сохраните и впредь доставьте по этому адресу. Вот здесь высвечивается Дичков Дмитрий Владимирович. Вот, не знаю, доставят именно на это имя или как-то другое. Здесь мы выбираем то, что нет у нас ни купонов, ничего. Проверяем то, что цвет серый, один размер. Стоимость получается 10-54 долларов, примерно 405 рублей. У меня на карточке больше, где-то 415, что ли. Не знаю, честно, пройдёт ли платёж. Потому что, когда я первый раз пытался, ничего не прошло. Вот здесь пишем имя владельца, карту, всё, что вы видите здесь. У меня вот... Сейчас надо будет взять карточку и написать то, что написано на карте. Неважно, ваша это карта или ваших родителей. Главное, чтобы карточка работала и существовала вовсе. Так что, тут вписываем все нужные вам данные. Я не буду их делать слишком долго. Главное, не перепутать все данные. Здесь пишем до окончания года. Ну и здесь последние три цифры. Вот. И просто так, как мы писали, мы проверяем, естественно, проверяем всё, что вы написали сюда. Это обязательно не хотелось бы, чтобы списался до чего-либо чужого счёта. Ну хотя, почему бы и нет. Потому что испишется. Мы выбираем виза. У меня виза электрон. Поэтому спасибо же за вас платёж. Значит, платёж прошёл. Время обработки заказа 7 дней. То есть, не факт, что именно сейчас его оформят. Но он сейчас оплачен. Значит, деньги снялись. Всё хорошо. Вот этот заказ. Он уже оплачен. Вот этот заказ почему-то здесь висит. Я не знаю. Сейчас я его попытаюсь отсюда как-то убрать. Но главное, вот этот у нас оплачен. Ваш платёж проверяется. Ну а здесь ожидается. Потому что я его пытался уже, видать, закинуть. Но не получилось, потому что что-то, видать, не пошло в тот раз. Значит, вот наш заказ. Вот наш номер заказа. Мы его оплатили. Сколько денег снялось, я сказать не могу. Потому что к смски приходят не мне. Ждём пока что-то обновится. Но я думаю, что через день будет уже точно известно, куда отправиться, что будет. Ну, вроде всё по-русски. Как удалить вот это вот, честно, я не знаю. Потому что я в этой площадке работаю на Aliexpress. Работаю в первый раз. Я вообще не знаю, доставят ли мой товар. Или что-то с ним произойдёт. На этом у меня всё. Спасибо тоже, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было полезно. Ну и покупайте нужные вещи в хорошем магазине. И по хорошей цене. На этом у меня всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok